Четвертым Сталином был Сталин, а пятым Сталином должен стать Путин, 70-летний Путин, по логике Евчей, это он. Все, что в нем происходит, это его медленное, неуклонное взращивание Сталина. Да, мавзолей драпируется каждый раз, страшно открыть этот алтарь, на котором Северенович принимал эти парады 41-го года и 45-го. Да, конечно, и нет города Сталинграда, по-прежнему этот вялый, дряблый какой-то Волгоград, но тенденция такова. Я просто убежден, что путинская роль в истории, она не закончена. И вот этот пятый Сталин пробужается в Путине. Как это будет? Может он усетроет себя, я не знаю. Но это происходит. И то, что он сейчас делает, то, что делает, это вещи, конечно, такие сталинские. Он опять собирает государство. Но интересно же другое. Я Захару говорил перед началом. Интересно не только то, что мы видим, как выращивается Сталин, как из Путина проклевывается Сталин, как Путин сбрасывает с себя вот эту кожу и обретает новую. Наряду со Сталином рождается Гитлер новый. Новый Гитлер. И пускай хохочет над Зеленским, клоун, шут, какой-то балаганщик, все. Это далеко не так. Надо посмотреть, из чего состоит Зеленский, какая в нем могучая амальгама явлений. Еврейская мистика. Германская языческая мистика. Славянская, перуническая мистика. Христианство, южно-русское православие. Весь огромный западный либеральный мир со всеми великими обнулениями. Все это вместе связано и это все окружено вот этой новой цифровой реальностью, этим искусственным интеллектом. То есть выращивается какой-то новый субъект. Можно сколько угодно хохотать над ним. Но если он так смешон, ну давайте его победим.